Встреча у президента, куда были приглашены 32 человека, представители парламентских партий и гражданских организаций, эксперты по праву, продолжалось два часа. Нашлись и обиженные. Партию зеленых, которая была представлена в прошлом созыве Регикогу, к диалогу не пригласили, даже после того, как они попросились за круглый стол. Сегодня участники обменивались мнениями о роли партий и о том, как сделать их финансирование более прозрачным, а выборы абсолютно честными. Правда, президент предостерег озабоченных состоянием демократии участников круглого стола от узурпации понятия демократии и попытки выступать от имени всего народа. Это была определенная попытка недовольствия с улицы убрать и поставить его в теплую комнату. Что еще мне не нравилось было, что там шла четкая линия «мы» и «вы». То есть, что «мы», то есть, нынешние политики «мы» плохие, а они хорошие. И, ну, в общем-то, где-то надо было начинать, но я ожидал наибольшую такую дискуссию. А нам, как оппозиционным партиям, социал-демократам и центристским партиям, нам не нравится как раз суть дела, потому что людям уже не лить. И при этом, каким образом идет между нами, политиками, разговор не столь важный. Важный, что людям надо выжить. Вот и этого я там вообще не слышал. Под словом «они» депутат подразумевал представителей общественных и гражданских организаций, диалог с которыми у президента надежд не оправдал. К положительным результатам можно отнести решение подключить общественные организации к работе над предложениями по изменению закона о партиях и выборах. Их можно будет выносить до 31 марта, а в июне рассмотреть в парламенте. Правда, о форме заспорили. Президент предложил это делать через социальную сеть Facebook. Однако, с учетом того, что не все ею пользуются, решили, что будет полезна и отдельная интернет-страничка, и возможность отправить предложения добрым старым способом по почте. Разговор о демократии политиков и представителей общественности, среди которых были и прежние политики, к сожалению, не коснулся столь чувствительной для русскоязычных демократической сферы, как образование на родном языке. Видимо, потому, что представителей русскоговорящей общины на круглый стол просто-напросто не пригласили. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok